Скандал с украинцами в Великобритании. Авторитетное издание Таймс опубликовало разоблачительную статью о выходцах из Харькова, торгующих несуществующими наградами крупнейшего британского вуза Оксфорд. По словам журналистов, бизнес уже принес предпринимателям миллионы фунтов. Больше расскажет Алексей Пшемызский. Бизнес на тщеславии. Европейская бизнес-ассамблея, учрежденная украинцами организация в центре крупного скандала. Британские журналисты обвинили предпринимателей в продаже поддельных медалей и наград. Речь идет о некой неизвестной международной награде Сократа и памятной медали королевы Виктории, которую уже долгие годы вручают в ассамблее. Как говорится, на сайте организации, чьи офисы находятся в Лондоне и Харькове, соискатель регалий должен отличаться выдающимися делами. Но главное, по данным журналистов, перечислить взнос от трех тысяч фунтов. За отдельную плату можно также купить участие во встречах членов организации. А для самых зажиточных клиентов предлагали, например, учредить школу в Британии с их именем. На сайте ассамблеи множество фото и видео с церемониями вручения наград. Там говорится, что клиенты компании, политики и бизнесмены со всего мира. Желающим прикупить себе заслуги говорили, что награды якобы учреждены Оксфордским университетом. Однако, как выяснилось, ни там, ни тем более при Королевском дворе о них не слыхали. Учредитель фирмы уроженец Харькова Антон Савов себя называет политехнологом и заслуженным журналистом Украины. Руководит фирма его сын Иван, который учился в Оксфорде. Связаться с ними ни по телефону, ни в социальных сетях не удалось. Попасть в Харьковский офис ассамблеи также нельзя. Вход только по предварительной записи. Но у охранника удалось узнать, что директор Антон Савов только вернулся из командировки и завтра будет в офисе. Его секретарь пообещала устроить встречу и все прокомментировать. По данным британских журналистов, фирма действует уже 17 лет. И за это время там продали тысячи наград на миллионы фунтов. Не исключено, что история теперь могут заинтересоваться в Скотланд-Ярде. Как выяснилось, среди клиентов фирмы также были мэры европейских городов и британские лорды, покупавшие у предприимчивых харьковчан Сибири-Галии за бюджетные деньги. Из Лондона Алексей Пшемыски, Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...